Продолжение следует... Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзший уста свои, учил их. Ты спрашиваешь, почему в Евангелии не говорится о счастье? Как же не говорится «душа благочестивая»? О чем в Евангелии говорится чаще? Мне кажется, что Евангелие можно назвать так – «книга счастья», «учение Христа, учение счастья». Тебя, конечно, смутило то, что в Евангелии не встречается само слово «счастье», но вместо него употребляются другие слова. Блаженство, радость, веселье, рай, спасение, вечная жизнь. В особенности слово «блаженство» – оно означает «счастье» в высшем смысле. Если знаешь это, прочти снова проповедь Господню о блаженствах. Первым учением, которое Христос дал людям, было учение о счастье. Это учение Православная Церковь повторяет своим чадом в начале каждой литургии в песне «Блаженную». Согласно учению Христа, блаженные или счастливые – те, кто с сокрушенной душой предстоит пред Богом, ибо их есть Царство Небесное. Кто слезами омывает свои молитвы, ибо утешится вечным утешением. Кто кроток и незлобив, как агнец, ибо наследует землю живых. Кто милостив сердцем и рукой, ибо помилует его десница Господня. Кто чист сердцем, ибо узрит Царя Отца Своего Небесного. Кто гоним за правду бесами и людьми, ибо царство вечной правды гонимым принадлежит. Кто оклеветан, ибо срамлен за Христа, ибо возрадуется и возвеселится в Отечестве ангелов. С ними блаженные те, кто верует в Спасителя Своего, ибо спасется. Кто жертвует земной жизнью, ибо обретет жизнь вечную. В этом состоит истинное, непризрачное счастье. Для такого счастья цари жертвовали своими престолами, богачи богатством, мученики жизнью, так же легко, как деревья сбрасывают осенью листву. Но тому, кто не вкусил хоть малость такого счастья, и восковая свеча – непосильная жертва. А ты, чадо Божие, не отчаивайся в своем счастье. Ты осталась одна, без друзей и родных. Врата земного счастья для тебя закрылись. И пишешь ты больше слезами, чем чернилами. Но не думала ли ты о том, что все это случилось по промыслу Отца твоего Небесного, для того, чтобы ты обратилась к вратам счастья вечного? Господь часто, очень часто, закрывает от людей двери счастья призрачного, в то время как врата – в истинное счастье. Он всегда держит открытыми для всех, кто только пожелает войти. Войди и ты, чадо Христово. Когда заглянешь в эти врата, увидишь Царство Счастливых, Отечество Блаженных. Увидишь небеса, населенные угодниками и праведниками Божиими, уже на земле познавшими счастье служения Христу, и на небесах полной чашей, вкушающими Его. Но, когда почувствуешь все это и духом прозреешь, ни минуты не прибудешь одна и не почувствуешь одиночества. Ибо бесчисленную небесную семью Божию назовешь своими братьями и сестрами, родными и друзьями. Радуйся и веселись о Господе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok